В эфире программа ДПС на УТС. В студии работает Александр Журбин. Здравствуйте. Сразу начинаем с информации о смертельной аварии, которая произошла этим утром в Новосибирске. Пенсионерка погибла на проезжей части в Ленинском районе. Авария случилась в начале 7-го в районе площади Труда. Водитель Хион де Соляри съехал в сторону Котовского и сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В распоряжении нашей редакции появилось видео с места трагедии в Чемальском районе Республики Алтай, который устроил Новосибирец. Накануне местный суд приговорил его к весьма серьезному сроку. Лето 23-го Алтай. Вот этот грузовик, которым управлял Новосибирец во время турпоездки отдыхающих. В кузове тогда сидели шестеро взрослых и десять детей. По дороге к озерам экскурсионная машина сорвалась в кювет и перевернулась. Потерпевшими заявлено два гражданских иска на общую сумму 10 миллионов рублей. Органам предварительного следствия наложен арест на имущество индивидуального предпринимателя общей стоимостью, превышающей сумму заявленных исковых требований. Индивидуального предпринимателя, организовавшего этот тур, привлекли за оказание небезопасных услуг. Ради прибыли он незаконно переоборудовал ГАЗ-66 и нанял водителя, у которого, кстати, права были без категории Д. Им и оказался новосибирец. Говорят, человек опытный, до трагедии уже откатавший полсезона по горным тропам Алтая. Судили его по статье нарушения ПДД с тяжкими последствиями. В той аварии 26-летний мужчина погиб на месте, женщина-пенсионерка скончалась в реанимации. Свою вину обвиняемый не признал. Однако его причастность к совершению инкриминируемого ему преступного деяния подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, вещественными доказательствами и заключением проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности. Новосибирец уверял, его вины нет. В пути у грузовика отказали тормоза. По маршруту он шел впереди колонны, преодолели несколько водных преград, а на подъеме в гору машина начала катиться назад. В итоге за гибель туристов мужчина получил 10 лет, но колонии-поселения. После отбытия наказания он не имеет права садиться за руль еще два года. И вернемся в наш регион. Авария с серьезными повреждениями машин произошла накануне в Кировском районе города. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора-очевидца. На кадрах видно, что водитель Тойоты Камри, совершая левый поворот, не пропустил БМВ Х5, который мчал по улице Петухова в сторону сибиряков-гвардейцев. Седан после того, как остановил скоростной полет внедорожника, развернуло почти на 360 градусов. Японка достойно выдержала удар, но получила серьезные повреждения. Ее детали были разбросаны по проезжей части. Баварец также нуждается в ремонте. На месте аварии образовалась пробка. Самокатчики в Новосибирске продолжают таранить пешеходов. Очередной такой случай произошел накануне. В Кировском районе водитель двухколесного транспорта сбил на тротуаре 16-летнего юношу, после чего скрылся. Пострадавшего отвезли в больницу. Место ДТП осмотрели сотрудники ДПС. Личность виновника аварии пока не установили. Новое место концентрации ДТП появилось в Новосибирске. Оно расположено на перекрестке улиц Ватутина и Вертковской. Будьте внимательны. Энергетики вырыли яму на дороге, чтобы провести ремонтные работы. Участок огородили бетонными блоками, установили предупреждающие знаки и элементы освещения. Тем не менее, автомобилисты их не замечают. Так произошло и накануне. Водитель на Тойоте Королли Филдер протаранил заграждение. Причем днем ранее в такую же ситуацию попал другой владелец иномарки. Эти аварии в интернет-пабликах активно комментируют пользователи. Один из них даже провел эксперимент и поехал в темное время суток на этот перекресток. На кадрах хорошо видно, что дорога не освещается, а бетонные блоки в темноте незаметны. На публикацию уже отреагировали муниципальные власти. Добрый день. На улице Ватутина сигнальное освещение было запитано от уличного освещения. Уличное освещение было отключено в связи с аварийным отключением электрического питания. Но вместе с тем ООО НТСК проинформировано на утреннем селекторе об обязательствах обеспечивать освещение мест производства работ даже в таких случаях. И последнее. Повредил дорогую машину и сбежал. Новосибирская полиция разыскивает владельца «семерки», который стал виновником ДТП. Эти авария произошла днем на пересечении улиц Максима Горького и Революции. Водитель «Лады» из среднего ряда пытался повернуть налево, однако не заметил «Мерседес», который ехал прямо. Мужчина, сидевший за рулем ваза, после ДТП решил исчезнуть. Он просто сбежал, оставив свой автомобиль на месте аварии, причинив моей машине значительные повреждения. Девушка надеялась, что виновник вернется, однако чуда не случилось. А после того, как на место прибыл патруль ДПС, стало понятно, почему мужчина сбежал. На машину не оформлена страховка, кроме того, она не стоит на регистрационном учете. Автоледи зафиксировала все факты ДТП и написала заявление в полицию. В итоге «Ладу» забрали на спецстоянку, а водителя объявили в розыск. Я буду признательна за любую информацию об этом человеке, так как на моем месте мог оказаться любой из нас. Если вы располагаетесь сведениями о человеке, которого видите сейчас на экране, сообщите в полицию или напишите нам на редакционный WhatsApp по номеру 89835102005. Анонимность гарантируем. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работал Александр Журбин. Оставайтесь на телеканале ОТС. Базов будем оформлять.